Я представляю вам Марию Филатову Нашу менеджеру по маркетингу Который сейчас будет представлять Всех наших прекрасных участников Я лично всех благодарю сегодня За то, что вы согласились и пришли И поговорите с нами на такую актуальную тему Я хочу сейчас пригласить на сцену Евгению Алеринскую, Google И Евгения сегодня расскажет о том Как найти покупателей в YouTube Спасибо, Шамаш Всем привет, меня зовут Женя Очень приятно Очень приятно вас здесь видеть Я не ожидаю, чтобы такая огромная аудитория Но хорошо, что пришло так много народу У меня на самом деле не очень длинная презентация А давайте пока у нас мяч находится в воздухе Я спрошу у вас Кто из вас является представителем компании Которая продает какие-то продукты Конечным пользователям B2C Ну B2C вот Ага, B2C вижу Так, кто B2B Так, еще немножко А кто просто так? А просто так вы блогеры Или вы просмотрщики? Моя презентация нацелена на тех, кто занимается бизнесом И вообще я в Google помогаю российским компаниям выходить на глобальные рынки Я занимаюсь так называемым экспортом Поэтому часть презентации моей сегодняшней будет посвящена Совсем небольшая часть Но будет посвящена тому Каким образом вообще в принципе вы можете еще выйти на глобальные рынки Начнем вот с чего Вы знаете, да, эту девушку, которая на обложке Кто знает? Поднимите руку Точно Юля Это Юля Юля-то поленец Которая, в общем, приобрела популярность После участия в клипе группы Ленинград Про нее мы еще сегодня поговорим Но сперва хотелось бы начать с двух новостей для вас С плохой и хорошей Сначала хорошая Значит, пара слов о YouTube YouTube, как вы знаете, довольно популярная платформа Год от года количество пользователей, которые находятся у нас в YouTube ежедневно Оно растет И сейчас, по данным Mediascope, мы являемся обладателями счастливыми Более 70 миллионов пользователей 50 просмотров каждый день, которые случаются в YouTube Они случаются на мобильных устройствах Но есть и плохая новость Которая заключается в том, что 100% этих пользователей Приходят на YouTube не для того, чтобы смотреть вашу рекламу К сожалению, это мир, в котором мы живем Что можно сделать для того, чтобы эту парадигму изменить? У меня есть несколько советов для вас В первую очередь, конечно, для тех, кто собирается Каким-то образом взаимодействовать со своими подписчиками Таким образом, чтобы конвертировать их в своих покупателей Совет номер один Наверное, он не совсем актуален для собравшейся здесь аудитории Потому что вы и так являетесь очень активным пользователем YouTube Если внезапно по каким-то причинам вы не знаете каких-то трендов, которые там есть Можете попробовать глубже покопаться в этой теме Посмотреть, как можно, например, что-то себе сшить Как можно, не знаю, нарисовать картину акварелию Мужчинам будет актуально построить гараж и побриться, да Некоторым Ну, правильно побриться Я специально побегла по офису и пособирала мнение коллег И мои чудесные коллеги подсказали мне вот такие еще интересные видео Наверняка кто-то из вас не в курсе Есть вот такой трендовый видео, вообще, в принципе, трендовый канал Который собирает какое-то безумное количество подписчиков Тем, что показывает распаковку яиц киндер-сюрприз Вы видели такой канал? Кто видел? Видели? О, отлично Приятно иметь дело с такой публикой образованной Вот второе видео, как вы думаете, что это? Вот второе, в смысле, вот это вот видео Что это за канал? Что делает женщина на этом видео? Что? Точно, она делает губы Вы все знаете, что я вам тут рассказываю Хорошо, тогда что делает эта женщина? Это вопрос сложнее Что? Бороду бреет Нет, неправильно А вот шуршит, это правильно Есть целый ряд каналов, которые рассказывают вам совершенно чумовые вещи Например, как сделать мейкап только шепотом Это видео длится бесконечное количество времени Типа 13 минут Вы можете себе представить вообще смотреть видео в течение 13 минут на ютубе И, например, вот это видео набрало почти полмиллиона просмотров А вот это, вообще, перед тем, как я готова презентацию, стало моим любимым каналом Канал называется «Сливки-шоу» Кто смотрел? Как сделать вечный террариум в банке? Они пошли в лес, накопали кучу муравьев Принесли этот прекрасный пенек вместе с землей и мухом домой И выяснилось, что у них, помимо муравьев, там живут еще какие-то червяки, слизни И за этим совершенно потрясающий наблюдать И после этого я наткнулась еще на вот это прекрасное видео Они запускали кошку в космос Это видео стало самым популярным на этом канале И оно набрало 10 миллионов просмотров Совет номер два Если вы хотите, чтобы у вас сложилась какая-то интересная стратегия С работой с вашими подписчиками на YouTube Очень важно понять, кто будет тем человеком, который будет лидировать весь этот процесс Это может быть вы сами, если вам это нравится Если вы в прошлом блогер или в душе Или если вам интересно этим заниматься Но проще найти какого-нибудь оунера, который вместе с вами будет двигать этот процесс Этот человек должен выглядеть примерно так То есть он должен знать, кто такие фантастические пользователи и где они обитают Совет номер три Подумайте вместе над стратегией Это то, о чем мы пытаемся разговаривать вместе с нашими клиентами Когда они приходят к нам за советом Есть несколько интересных вопросов, на которые стоит ответить самим, только честно Сядьте вместе с вашим фантастическим оунером И подумайте вот о чем Первое Наверняка вы все видели какие-то супер прекрасные ролики, которые всем очень нравятся Не важно из какого сегмента Это B2B, B2C, не важно какая вертикаль Это банки, страховые компании, реклама Рафаэлла Вот этот ми-ми-ми, который они все время запускают перед 14 февраля и 8 марта Вспомните кейсы, при просмотре которых у вас замирало сердце Выдавливалась слеза и так далее Все это поможет вам накопить какое-то количество идей Которые помогут в развитии канала Посмотрите каким образом вы в принципе выстраиваете свою маркетинговую стратегу Как вы взаимодействовали со своим пользователем, кто ваш пользователь Как вы хотите, чтобы с ним общались Как вы будете общаться через видео со своим пользователем Каким именно образом открытие вашего канала на YouTube Или начало активного взаимодействия с вашим пользователем Оно должно изменить то состояние, в котором вы находились до этого момента То есть если вы привыкли общаться с ним в соцсетях Продолжайте общаться с ним через YouTube Но добавляйте ссылки на соцсети Проводите какие-то интерактивные конкурсы Призывайте их сделать что-то, чтобы взаимодействовать с вашим брендом Оцените, насколько вообще быстро вы способны внедрять все ваши идеи в жизнь Вы придумали какую-то невероятную концепцию Вы хотите весь день транслировать, не знаю, на YouTube Купить вот это место мастхед, которое у нас называется И весь день на всю Россию что-то транслировать Поймите, кто может участвовать в этом проекте Как быстро вы сможете эту идею реализовать И не откладывайте ее в долгий ящик И кто будет играть роль основного двигателя процесса Ну это то, в общем, о чем я только что говорила Есть еще такая концепция, которая называется Get, To и Buy Она довольно проста Но это, собственно говоря, через эти вопросы Проходят так или иначе все наши клиенты Что она обозначает? Это концепция, которая может вам помочь Ответить на вопрос, кого вы хотите привлечь Что вы хотите, чтобы эти пользователи сделали Включая взаимодействие с вашим каналом И при помощи чего вы хотите это сделать Есть очень простой пример, наверняка знакомый многим Вы знаете все про Starbucks Когда мы разговаривали об этом со Starbucks Они пришли вот к какому выводу Они хотят привлечь любителей кофе Что очень несложно Для чего? Для того, чтобы они посещали Starbucks каждый день Довольно Иногда два раза в день И каким образом они хотят это сделать? Они хотят снять серию видео Которая бы показывала, как можно справиться с моментами Когда у вас энергия отсутствует И вы спите на своем рабочем месте Совет номер четыре очень важный Поскольку вы как активный пользователь YouTube Знаете, что российский рынок довольно уникальный В смысле распространения мемов Но мемы очень быстро рождаются И очень быстро умирают Прекрасно, что Юль Топольницкую Знает такое количество людей в этом зале Но пройдет три года Вряд ли кто-то про нее вспомнит Именно в этом контексте Поэтому я хотела сегодня привести вам Интересный пример моих любимых партнеров С которыми мы работаем BioFootLab Которые сделали, на мой взгляд, два очень удачных кейса На тему ловить волну Первый кейс Сейчас я вам покажу Первый кейс Вот с прекрасным молодым человеком По имени Степан Чем прославился Степан в узких кругах? Степан придумал такой же продукт, как был у компании BioFootLab BioFootLab производит батончики Byte Может быть, кто знает Byte? О, отлично Знаете Byte Они пропагандируют концепцию здорового перекуса И вместо того, чтобы пойти чипсы пожевать Они предлагают съесть батончик Который сделан из фиников и орехов И вот на Kickstarter Степан запустил проект На котором он призывал вложить деньги в его проект Вместо того, чтобы пойти к Степану И сказать, Степан, ты не прав Они очень круто это обыграли Давайте посмотрим, как Здравствуйте, Степан Меня зовут Елена Шифрина Я основатель компании BioFootLab Недавно мы всей командой видели твой проект на Kickstarter Где ты собирал деньги на революционный продукт Megabyte Который Обеспечивает А также Твоя революционная идея собрала 92 доллара из 20 тысяч Мы очень сожалеем Правда? Но мы бы не хотели, чтобы ты опускал руки В конце концов, бизнесменов с новыми прорывными идеями не так много Поэтому мы в BioFootLab решили помочь тебе И продумали несколько новых продуктов специально для тебя Во-первых, не бросай идею с Megabyte Создай серию вкусов, скажем так, штук 11 Затем ты сможешь создать линейку тонких Megabyte Назови ее Megabyte Super Slim Насчет полезных качеств не скромничай Обязательно пообещай, что эта продуктовая линейка не только Will help you not feel lazy, not feel sleepy А сразу же Will make you a supermodel Или просто Young and rich Затем Расширять целевую аудиторию Вводя детские продукты Ultra Super Awesome Megabyte Чтобы тебе было удобнее, мы собрали все наши бизнес-идеи на сайте biofoodlab.ru Там мы описали только настоящие характеристики продуктов Но это ведь не препятствие для парня с воображением, как у тебя В общем, Степан, мы болеем за тебя Будь смелым и решительным И тебя ждет полномасштабный вселенский успех Never forget you are the best Они после феноменального успеха лабутенов пригласили Юлю Топольницкую На самом деле, как бы, biofoodlab были не единственным брендом, кто это сделал Но они сделали очень хороший кейс А они пришли к агентству, взяли Юлю Топольницкую и сказали Нам просто нужно снять видео Это было достаточно быстро И когда я разговаривала, собственно, с коллегами из biofoodlab Они сказали, что во многом нам позволило сделать такой быстрый кейс Потому что мы недолго возились на сценарии Мы просто сказали, что нам нужна Юля в кадре А там уже делайте, что хотите Что получилось из этого? Этот рекламный ролик вышел Ну вот, как мы видим по вот этому прекрасному синему бугуру в феврале Если вы помните, лабутен вышел в январе То есть для продакшн потребовало совсем немного времени Что обеспечило байту, как бренду, позицию номер один Среди всех таких полезных брендов, полезных перекусов Вот вы тут видите еще корни, фитнес Там еще есть какие-то бренды То есть небольшая компания biofoodlab в этом импровизированном батле Победила такие довольно успешные бренды Которые принадлежат очень крупным компаниям Мотайте на ус Цвет наружу 5 Будьте всегда рядом Что это означает? Только что я показывала вам примеры вирусных роликов Которые прекрасно отрабатывают свою цель То есть в нужный момент, в нужное время показываются нужным людям Но проблема вирусных роликов примерно вот в этом То есть если в принципе до этого у вас было не очень много подписчиков Не очень много просмотров И вы выпустили какой-то потрясающий вирусный ролик Количество ваших подписчиков и просмотров резко возрастает Но потом все как бы возвращается на круги своя Если не поддерживать контент в нужном виде на вашем канале Успех вирусного ролика это прекрасно Но нужно еще уметь поймать эту волну и прокатиться на ней Для того, чтобы помочь вам это сделать Мы разработали такой концепт, который называется Hero, Help и Help Три хэ Просто запомните Сейчас я немножко расскажу про каждую из них Значит, что такое Hero? Вот вы наверняка знаете вот этих людей Вот этих людей Вот этого человека знаете И вот этого человека знаете Супер Это прекрасный пример Hero content Когда вы выпускаете какой-то вау-ролик К вам валом бегут подписчики И потом еще несколько раз На всех странах делают ремейк вашего прекрасного ролика И недавно, например, видела вот с Ван Дамом Человек в Беларуси на двух белазах Такое вот повторила Буквально уже три года, мне кажется, уже прошло До сих пор повторяет Help Что такое Help? Это когда вы делаете на своем канале Что-то очень интересное для ваших подписчиков И удовлетворяете их интерес Очень простые примеры Я вам тоже сейчас немножко покажу Значит, экспериментировать с видео не буду Опять придется вам мне поверить на слово Первое видео — это реклама Точнее, даже не реклама Это органическое видео, которое снял Макдональдс Макдональдс удовлетворил интерес своих пользователей Знаете, какой вопрос? Из чего состоит соус Big Mac? Очень хотелось людям знать, из чего состоит этот соус И вместо того, чтобы люди продолжали спекулировать на эту тему Они просто взяли и канадский Макдональдс выпустил ролик Конечно, не все секреты они там раскрыли Но, несмотря на это, вот взяли повара, шеф-повара И он показал, из чего, собственно говоря, соус состоит Как вы его можете сделать в домашних условиях Если вы наберете, из чего сделал соус Big Mac в Ютьюбе Первое или второе видео вам покажет натуральную Макдональдс Что сделала Икея? Икея сделала прекрасную штуку Вот это я хочу вам показать Икея продемонстрировала бумажный каталог в Ютьюбе То есть это один из немногих примеров того, как здорово можно сочетать Офлайн и онлайн Она сняла примерно вот это Ты знаешь, once in a while, something comes along That changes the way we live A device so simple and intuitive Using it feels almost familiar Introducing the 2015 Икея каталог It's not a digital book or an e-book It's a book book The first thing to note is no cables Not even a power cable The 2015 Икея каталог comes fully charged And the battery life is eternal The interface is 7.5 by 8 inches But can expand to 15 by 8 inches The navigation is based on tactile touch technology That you can actually feel Content comes pre-installed Via 328 high definition pages Of inspiring and furnishing ideas To start browsing Simply touch and drag Right to left to move forwards Left to right to move backwards Notice something else? That's right No lag Each crystal clear page loads instantaneously No matter how fast you scroll If you want to get a quick overview Just hold it in the palm of your hand And using just your thumb Speedbrass the content If you find something you want to save for later You can simply bookmark it And even if you close the application You can easily find a bookmark again Amazing! What about multiple users? For that we've introduced a simple color coding system To avoid confusion If you want to share a particularly inspiring item You literally share it Another special feature is password protection Which is voice activated Excuse me, that's mine! At IKEA we feel that technology This life enhancing Should be in the hands of everyone So the 2015 IKEA Catalog is free You can download one from your mailbox The one you open with the key If it's not there Try to refresh the next day Or you can upload yourself to the IKEA store And find one there Experience the power of a bookbook Who knows Warby Parker? One person Two 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 One 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 отвечают на вопросы пользователей в видео. То есть я могу задать вопрос, а как бы вот эти очки смотрелись, у меня высокие брови, какие очки мне подойдут и так далее. Я не знаю, я хочу очки без оправы, могу ли я их носить. Они сделали целый портал, который отвечает на такие простые вопросы пользователей. Я буду нажимать на кнопочку. Правильно. Следующий слайд, который жилет обыграл прекрасным образом. То есть если вы знаете, что ваши пользователи задают какой-то очень особенный вопрос, на который именно вы можете ответить лучше, чем многие другие бренды, вы можете снять серию видео, очень простые идеи, но почему-то тоже не всех брендов доходят руки, чтобы сделать такую прекрасную вещь. Они просто сняли видео на тем, как правильно брить какие-то типы бород разными способами, при помощи, естественно, их бритв. Еще один классный кейс. Обратите внимание на количество просмотров просто. Это совершенно уникально. Я такого никогда не видела. 3,5 миллиона просмотров. Видео, которое рассказывает о том, как правильно собирать бананы. Как вот компания Dole рассказывает, как в принципе собираются бананы, как они растут. Никогда не задумывались, как их транспортируют вообще, как их отбирают, куда они потом направляются, как их упаковывают, почему они такие свежие, до нас доезжают, почему не мяты, кто вообще эти люди, которые этим занимаются и так далее. Посмотрите, увлекательно. Оно просто очень длинное. По-моему, оно типа 13 минут. Дальше. Тип контента, который называется hub. Вообще hub, в принципе, это что-то среднее между геройской частью, которую я вам уже показывала, и хелперской частью, которая была только что перед этим. Если мы говорим про вообще косты продакшн, то, конечно, наверное, самыми дорогими из всех этих видео будут hero, если вы считаете, что вы хотите его дорослить, чтобы пригласить какую-нибудь звезду на гонорар только, вроде довольно много денег. А help, они обычно довольно низкобюджетные в исполнении, но зато очень полезные для ваших пользователей. Вот hub, это что-то среднее между тем и другим. И hub призван для того, чтобы пользователи, в принципе, не забывали про ваш канал и как-то захаживали между делом. Подумайте о том, что у вас может быть какое-то расписание выхода от этих видео, и вы придумываете какие-то тематики регулярные и как-то публикуете их на своем канале. Очень хороший пример тоже наших клиентов, которые считаются одним из самых продвинутых в digital, именно в сегменте косметики. Это L'Oreal, которые прекрасно работают со своей аудиторией. У них, в принципе, очень красивые каналы. И вот, например, они публикуют такие мастер-классы с Евелиной Хромченко. Можете с кем угодно публиковать с какой-нибудь периодичностью, чтобы пользователи просто были в курсе того, что у вас происходит и что еще можно сделать. Для тех вот B2B-шников, которым я просто с сердцем с вами, потому что я продвигаю именно B2B-компании, российские, мне очень хотелось ставить этот кейс, потому что он тоже, мне кажется, довольно прикольный. Это компания Market. Вы знаете наверняка, если вы этим инструментом пользуетесь, у них много тоже контента на канале, но вот один из тех плейлистов, которых я смогла у них найти, это плейлист разных вебинаров, которые они проводят периодически. То есть так или иначе вы общаетесь со своей аудиторией, вы какой-то контент производите. Не давайте этому контенту просто так уйти, сделайте плейлист, выкладывайте на YouTube, и таким образом он у вас постоянно обновляется, пользователи про вас не забывают, и вы легко можете найти вообще сами все, что вы делали до этого момента. Здесь показан в принципе график размещения на времени этих ваших прекрасных роликов. Две горы – это хиру контент, который выходит не так регулярно, и он будет показывать вам вот такие приросты и наоборот снижение в просмотрах, но хап и хелп призваны для того, чтобы поддерживать так или иначе диалог с вашей аудиторией. И я добралась до совета номер 6. Это предпоследний совет. Если вы уходите за рубеж, это очень важно, потому что часто бывает так, что ваше видео если посмотреть по статистике, смотрит не только в России, но и в других странах. Но не всегда пользователи могут понять, о чем происходит речь, если не страны ближнего зарубежья. И важно, если вы в принципе планируете дальше международную эксплуатацию, YouTube – это очень хороший инструмент для того, чтобы сделать такой шаг. Это не требует от вас никаких особенных усилий, но вы можете посмотреть на то, как пользователи на ваш бренд реагируют. Что вы можете сделать для того, чтобы скажем так, это взаимодействие ускорить? Определите для себя видео, которые наиболее приоритетные для вас, для локализации. Это могут быть либо какие-то органические запросы, которые вы так или иначе обслуживаете своем видео в России. Наверняка они есть где-то в каких-то других странах. Дальше видео, на которые органическим образом выходят люди, непонятно почему, из других стран. Либо это видео, в принципе, там нет каких-то особенных культурных особенностей, там для России, не знаю, там для Штатов, для Испании, и вы понимаете, что это должно зайти для вашей целевой аудитории, возьмите и локализуйте его. Ну, здесь я схематично показала, что можно сделать, для того, чтобы не переусердствовать. Сначала следовательствуйте на каком-то одном канале, выберите видео, переведите метод-данные, то есть что это, описание видео, субтитры, и выберите языки, на которых хотите его локализовать. Если этот эксперимент пойдет, продолжайте. Совет номер семь. Следите за событиями. Что я имел в виду? Недавно был кубок Super Bowl, и Super Bowl известен не только выступлением Леди Гага, но и прекрасной рекламой в промежутках. И вы удивитесь, что многие компании, в том числе B2B, размещают там свою рекламу. И часто довольно неплохо с этим справляются. Здесь я хотела вам показать прекрасный пример ролика тоже B2B-шней компании, которую он называется, ну вы увидите, как она называется, про Джона Малковича. Как это было, что johnmalkvich.com был взятен? Кто уже снялся. Что снялся? Но я им им. малькович. Guess who? What the f**k? Question mark. What the f**k? Underlined. Домашнее задание посмотреть вторую серию, где он звонит этому чуваку. Еще есть такой маленький полезный совет, но он будет актуальный тем, кто занимается видеопродакшеном как основной своей деятельностью и зарабатывает на эти деньги, то есть блогером. И тем, кто, в общем, так, как хобби, решил посмотреть, что все такое на YouTube происходит, хорошее. И это еще одно домашнее задание вам. Вы думали, просто так мы здесь сегодня собрались сходить. Тут есть ссылка, в презентации она будет. Или можете просто заглюнуть Creator Academy. Это прекрасный ресурс, который мы сделали специально для тех, кто хочет развивать дальше свой канал. Здесь очень много полезных советов и очень много уроков, которые прямо так онлайн можно пройти. Спасибо. Аплодисменты.